В Ярославле отпразднуют день войск противовоздушной обороны. Он является памятным событием в вооруженных силах Российской Федерации и отмечается во второе воскресенье апреля. Итак, к 9-го. Войскам ПВО исполнится 109 лет. Без года юбилей праздник. Курсанты начнут с торжественного построения, а лучших за успехи и достижения в спорте, учебе, боевой подготовке наградят. Обязательно. Подробности сейчас в программе «На повестке дня». В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Вместе со мной Владлен Кислов, заместитель начальника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны по военно-политической работе. И Иван Иереев, курсант Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Добрый вечер с наступающим. Добрый вечер. Здравствуйте. Владлен Ардольфович, вам первый вопрос. С какими успехами подошли к такой очередной, но тем не менее, все-таки предюбилейной дате. Понятно, что всю историю ЯВВУ ПВО вспоминать не будем, не хватит эфирного времени, поэтому так ограничимся текущим годом. Самое знаковое событие или события, а не одно. Конечно же, каждый год для войск противовоздушной обороны является одним из знаков их годов, потому что мы не стоим на месте. Мы постоянно продвигаемся. Продвигаемся в различных аспектах. Это и вопросы, которые касаются поступления новой техники. Это когда на вооружение нашим ребятам, которые у нас учатся и которые готовятся стать офицерами, приходится уже на новом уровне получать те знания, которые необходимы для них будут в дальнейшем. Это и уровень педагогического мастерства, который накапливает ВУЗ. Это, конечно же, и все те события, которые в стране перекладываются к нам. Точно так же необходимо каким-то образом обязательно все это суммировать и обязательно для будущих офицеров точно так же давать по-новому. Поэтому каждый год это что-то новое. Это те задачи, которые ставят перед нами главком. Это те задачи, которые ставит перед нами сама жизнь. Ну и, естественно, наверное, целиком вся страна. Варь, я так понимаю, что второй курс, поэтому второй раз в жизни будешь отмечать свой непосредственно профессиональный праздник. Как это было впервые, то есть годом раньше? Ну так, как я поступил в военное училище всего лишь два года назад. Естественно, первый год своего обучения я отмечал не так широко. Но и сейчас, конечно, не буду широко отмечать. Однако обучение идет. Сам ты откуда? И почему? Из Ярославля. А, из Ярославля, коренной Ярославицы. Да, поэтому, в принципе, было как-то предопределено, что ты будешь поступать в военный ВУЗ? Конечно. Я не хотел далеко уезжать из дома, тем более оценки нашего ВУЗа были достаточно высокие. Я принял решение сюда поступить. Всегда хотел быть офицером. Еще и войск противовоздушной обороны в своем выборе 100% уверен. Я очень доволен обучением в ВУЗе. Я познаю для себя прежде всего не только технические науки, а также и специальные науки, которые мне пригодятся для дальнейшей службы в войсках. Какие-то жизненные аспекты, какой-то жизненный опыт я получаю непосредственно также на учебных дисциплинах, а также физическая подготовка, которая не менее важна. Ну, это заметно, кстати. Есть какие-то успехи в спорте? Или только вот для себя, что называется, для своего общего развития? Для общего развития я именно. Я больше делаю упор на учебу. Однако мне очень нравится тяжелая атлетика. Владлен Рудольфович, скажите, пожалуйста, есть какие-то определенные традиции празднования этого дня? Да, конечно. Которые свойственны именно ВУЗу? Думаю, что все ВУЗы свои профессиональные праздники стараются отметить как можно праздничнее, как можно торжественнее. Мы тоже в этом вопросе помним о том, что наш ВУЗ является единственным ВУЗом в нашей стране готовящих специалистов для противовоздушной обороны. И, естественно, прекрасно понимаем, что те специалисты, которые у нас обучают наших курсантов, это уникальные люди. Это те, кто являются самыми высочайшими профессионалами, потому что только с этой точки зрения можно правильно, грамотно все преподавать. И естественные традиции здесь, наверное, складываются именно из этого. То есть мы прежде всего должны вспомнить всех наших учителей, которые учили сначала нас, всех учителей, которые учат наших курсантов. Обязательно сказать спасибо всем тем, кто сейчас уже непосредственно в войсках, уже на практике подтверждает те знания, которые получили у нас. Ну и, конечно же, говоря о традициях, которые сложились в нашем училище, необходимо сказать, что эти традиции закладывались не только в стенах нашего училища, а еще ветеранами противовоздушной обороны, которые на территории Российской области достаточно долго проходили службу. Это тот корпус, который у нас базировался, и те офицеры, которые перешли к нам же преподавателями. Эти же традиции, которые были в войсках в Ярославле в противовоздушной обороне, они как раз-таки теперь и у нас. Единственный вуз военный в России, который связан с противовоздушной обороной, то есть, по сути, те офицеры, те бойцы, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции и отвечают за безопасность новых четырех российских регионов, по сути, это те, кто воспитывался в стенах ЯВВУ, ПВО. Ну, если те специалисты, которые в последнее время пускались, то это, конечно же, в основном наши. Почему мы говорим о том, что мы единственный вуз? Потому что базовое образование как раз-таки по зенитным, ракетным системам, ротехническим системам, автоматизированным системам авиации, как раз-таки именно у нас. Есть, конечно, вузы, которые смежные. Это и гражданские вузы, которые поставляют нам определенное количество специалистов, которые после переучивания мы точно так же можем использовать. Есть академия, которая уже в основном занимается переподготовкой тех специалистов, которые выпустили ранее мы. Но, тем не менее, именно вот по базовому образованию, который получает первоначально именно лейтенант, мы действительно единственные. Ну, то, что наши ребята участвуют сейчас в спецоперации, это, конечно, для кого не секрет, потому что войска противовоздушной обороны в современных условиях приобретают все большее и большее значение. Это безопасность, опять же, для наших ребят в первую очередь. Да, это прежде всего безопасность, потому что сейчас любая операция, любое военное действие, которое ведется, оно без прикрытия с воздуха, без воздушной разведки, наверное, просто сейчас уже и существовать не может. Поэтому наши специалисты сейчас, конечно же, на вес золота, это те специалисты, которые позволяют успешно выполнять все поставленные задачи. И, естественно, то, что получают наши выпускники в стенах нашего ВУЗа, это востребовано не только войсками, это востребовано как раз-таки всей страной. Ну, а дальше посмотрим, наверное, это и мировым сообществом в том числе. У курсантов, это обоим вопрос, есть какой-то такой правильный, что ли, соревновательный дух? Я о чем спрашиваю, ведь не только россияне находятся в стенах ЯВВУ, ПВО, а также иностранцы или представители других государств. Вот этот дух, он присутствует или нет? А мы все равно лучше? А вот здесь они, так скажем, показали себя с лучшей стороны? На самом деле присутствует. В стенах каждого факультета существует какая-то борьба, какое-то соревнование за первое место по учебе, за первое место в спорте, в каких-то соревнованиях, проводимых в училище. Они проводятся достаточно часто. Олимпиады и прочие какие-то достижения в учебе. Все это учитывается, и, естественно, личный состав поощряется. Вы что добавите, Владимир Вольфович? Я, наверное, соглашусь. Скромненько. Но в любом случае, конечно, добавлю. Вот совместное обучение в стенах одного вуза для представителей различных национальностей, других стран, это, естественно, очень значимо. Вот именно отсюда мы, наверное, учимся совместно противостоять всевозможным, ну, будем так говорить, неприятностям, которые грозят нашей стране, грозят миру. И когда потребуется помощь наших ближайших соратников, помощь тех, кто учится у нас, а у нас, естественно, учатся дружественные нам страны, которые поддерживают нашу политику, поддерживают политику нашего государства, когда на поле боя нам придется встретиться, и, естественно, в одном окопе, это очень хорошо, что обучение произошло в одних стенах. Это лучшее понимание, это лучшее понимание тех задач, которые будут они выполнять. Это единое понимание той техники, на которой они будут выполнять задачи, потому что это все в единой связке, в принципе, обучаются вместе. И я бы сказал, что соревнования – это хорошо, но дружба прежде всего. Спасибо. Еще раз с наступающим профессиональным праздником. На мои вопросы отвечали Владленки слов. Заместитель начальника Ярославского высшего военного училища противовоздушной БАРО по военно-политической работе. И Иван Иереев, курсант ЯВВУ ПВО. Это была программа на повестке дня. Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись доступна. Также на сайте gtk.tv в нашем официальном паблике во Вконтакте vk.com слэш гтк нижняя черта ТВ. В студии работал Илья Барабанов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин